Итак, мы заложили фундамент для изучения первого послания к Тимофею. И мы уже приступили к изучению первой и второй главы. Павла беспокоит лжеучителя, которые приходят в Ефес. И он предупреждает о них Тимофея. Он призывает Тимофея молиться, не сдаваться, проявлять настойчивость, потому что Бог велик, и Он завершит великие дела через нас. И все это написано в контексте служения в поместной церкви. И сейчас мы продолжим изучение второй главы, стихи с девятого по пятнадцатой. Но прежде позвольте мне опять поделиться одной историей, которая поможет нам понять то, что мы будем читать. Я люблю свою жену, и я очень рад тому, что она смогла присутствовать здесь с нами в первые два дня занятий. Я считаю, что моя жена очень красива. Она очень привлекательна. Она трудолюбивая, и вообще она замечательная женщина. Оглядываясь назад, я вспоминаю то время, когда она была еще очень молода. Знаете, у нас есть разница в возрасте, и я старше, чем она. Я помню ее, когда она была еще маленькой девочкой, и когда я закончил школу, она все еще училась в средних классах. Но уже тогда я стал обращать на нее внимание, потому что наши семьи жили рядом друг с другом. Но по-настоящему я заметил ее, когда приехал домой из семинарии. Я приехал домой на зимние каникулы, и пошел посмотреть матч по баскетболу. Так оказалось, что она тоже туда пришла. Она была чирлидером для своей школьной команды. И тогда я обратил на нее внимание. Очень красивая девушка. Я хорошо знал ее, хорошо знал ее семью. Но в тот день я обратил внимание, как она красива. Через пару дней мы поехали кататься на лыжах, и опять мы там с ней встретились. И опять я обратил на нее внимание и отметил, насколько она красива. Но я думал, такая разница в возрасте, вряд ли она мной заинтересуется. Прошло время, она закончила школу, и вот я решился пригласить ее на свидание. Я позвонил ей, я очень волновался. Трудий, может быть, мы сходим куда-нибудь вместе, поедим пиццу, может быть, в кино сходим. И она мне ответила, сожалею, но я не могу, я уже встречаюсь с парнем. Такой конфуз. Конечно, я стал говорить, что я не знал. Мне было совсем непросто позвонить ей, первый раз сделать этот первый шаг. Но прошел год, и я обнаружил, что она уже не встречается с тем парнем. И я позвонил ей и опять пригласил на свидание. И она согласилась. Я был очень рад. Такая красивая девушка. Мы перекусили в кафе, сходили в кино, а потом просто долго разговаривали друг с другом. И чем больше мы общались, тем больше я в ней кое-что замечал. Говорила она только о себе. Я думал, неплохо было бы и обо мне поговорить. Она не была грубой и невнимательной. Она была очень вежливой и учтивой. Она еще была так молода. Опять же, между нами была разница в возрасте. Какое-то время мы встречались, потом решили расстаться. Я тогда уже работал на ферме. Она уехала учиться в колледж, потом поступила в университет, потом работала в служении Campus Crusade for Christ. Но спустя какое-то время мы опять встретились. Мы общались, и все было совсем по-другому. Она выросла, стала более зрелой, она стала мыслить глубже, шире. Она уже долгие годы была христианкой, но к тому моменту она стала ценить, любить свои взаимоотношения с Господом. Она росла в этих взаимоотношениях. У каждого из нас был свой духовный путь. Я сначала окончил библейскую школу, затем семинарию, а она закончила светский университет. И я к тому времени в своем разуме очень много знал о христианстве, о Библии, но не было особого желания делиться верой с другими людьми. А у Труди все было наоборот. Она делилась своей верой, она активно участвовала в служении, но училась она в светском университете, поэтому она хотела получить те знания, которые были у меня. И интересно, что мы стали ценить то, что находили друг в друге. И когда мы опять стали встречаться, на тот момент она была еще более красивей и привлекательной, но я увидел в ней больше, чем просто внешнюю красоту. Я отметил, какое прекрасное у нее сердце, как похорошело оно с годами. В то время, в которое мы не встречались, Бог проделал так много работы в ее сердце. И я обнаружил, что хотя меня привлекало то, что я видел своими глазами, мое сердце также влекло к ее сердцу, потому что там была глубина, оно было прекрасно. И это очень важно, потому что то, что происходит в нашей культуре, я вижу это в Америке, вижу это в вашей стране, нас завораживает, нас влечет внешняя красота, фигура, волосы, одежда. Все должно выглядеть красиво. В журналах, в фильмах превозносится внешняя красота. Но Бог видит все иначе. Конечно, здорово, что Он дает внешнюю красоту, но самое главное — это красота сердца. И когда Павел пишет эти стихи Тимофею, он переносит свой взор с мужчин. Помните, что он писал мужчины, чтобы они брали ответственность, чтобы они брали инициативу, чтобы они молились, воздевая чистые руки к небу. Но что же насчет женщин? Какова роль женщин в церкви? Каким должно быть их участие в богослужении? Вы можете сказать, «О, пастор Брюс, это горячая тема для обсуждения в нашей церкви или в нашей динаминации». Неужели вы можете дать ответы на все вопросы? «Нет, я не могу». Но опять же мы возвращаемся к тому, что закладываем фундамент для изучения нашего послания. Мы помним ситуацию, которая происходила в городе Ефесе, а также что происходило в церкви. Появились лжеучителя и появилась связанная с ними опасность. И когда мы подходим к этому разделу, где Павел объясняет, каким должно быть богослужение и поведение в церкви, сначала он обращается к мужчинам и говорит, что ожидает от них, теперь к женщинам, каким должно быть участие в жизни церкви. Как это должно было выглядеть в то время, в той культуре, в том контексте и какие принципы мы можем применить сегодня для нашего служения. И опять же вспомним о том, что жители того города поклонялись богине Артемиде в прекрасном храме. Это был огромный храм с мраморными колоннами, и поклонялись там они богине красоты и плодородия. И храм был тем местом, где давали свободу похотям и страстям. И вот в этой развращенной среде Бог находит людей, призывает их и делает частью своей семьи, называя их христианами. И когда мы становимся христианами, мы задаемся вопросом, а как моя жизнь сейчас должна отличаться от той жизни, которая общепринята в нашей культуре? И мы говорили о том, что вера определяет поведение. «И если я мужчина или женщина и обратился ко Христу, как-то должно измениться то, как я одеваюсь, то, как я поклоняюсь Богу, как я живу, как я веду себя в семье?» Конечно! И об этом Павел говорит женщинам во второй главе, в стихах с 9 по 15. Итак, позвольте мне прочитать эти стихи. 1 Тимофея 2 глава с 9 по 15 стихи. «Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одежду, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена доучится в безмолвии, со всякую покорностью, а учить жене не позволяю не властвовать нам мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление, впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости целомудрием». Итак, задумайтесь, Павел пишет об этом в культуре, в которой подчеркивается физическая красота. Олимпийские игры, атлеты, все свидетельствовало о том, что в обществе особенно ценится внешняя красота. Что значит быть женщиной-христианкой в первом веке, и какие принципы могут быть применимы для нас сегодня? Об этом мы сейчас поговорим. Я так думаю, что женщины могут читать этот текст Священного Писания и думать про себя, «Неужели Бог хочет, чтобы я была некрасивой? Неужели это означает, что нельзя пользоваться косметикой, нельзя укладывать волосы?» Но опять же, мы помним о том фундаменте, который мы заложили, о том контексте, в котором Павел пишет это послание. Вот посмотрите на 9 стих, «Чтобы также и жены в приличном одеянии...» Вот слово «одеяние», которое здесь используется, это то слово, из которого происходит слово «косметика». Оно означает порядок, гармонию, красоту. Поэтому, женщины, когда вы одеваетесь, когда вы приводите себя в надлежащий вид, это как жена моя говорит, «Я привожу себя в порядок». Каждое утро. И Павел говорит, «Я хочу, чтобы вы приводили себя в порядок, чтобы все было прилично». Здесь подразумевается смирение, избежание крайности. Здесь подразумевается хороший вкус. И посмотрите, Павел говорит, «Я не хочу, чтобы вы украшали себя плетением волос, золотом, жемчугом или многоценную одежду. Но что ты имеешь в виду? Неужели никаких украшений?» Но вспомните о том, каково было общество в то время. И если мы посмотрим на Римскую империю первого века, то мы можем сказать, что это было время модниц, и Рим был такой столицей моды в то время, откуда приходили все модные тенденции. Сегодня, например, таким городом может быть Париж. Когда вы открываете журналы и смотрите, как одеваются женщины в Париже, или Москва может быть центром моды сегодняшнего мира. В Америке это Нью-Йорк или Лос-Анджелес. И женщины в то время думали, «Вот если так одеваются в Риме, и мы так должны одеваться, чтобы выглядеть модно». И они придавали большое значение укладке волос, прическам, украшали себя золотыми заколками с драгоценными камнями. Так что, когда мимо проходили мужчины, они говорили, «Вот это да! Посмотрите на нее! Посмотрите на ее прическу! Посмотрите на ее одежду!» И привлекала в женщине ее физическая, внешняя красота. Самое главное было привлечь внимание мужчин. Путешествуя по миру, приезжая в вашу страну, а также, когда я нахожусь в нашей стране, я иногда задаюсь вопросом, «А понимают ли женщины, какой сигнал они подают тем, как они одеваются?» Я не хочу показаться критиком, но все же. Ведь Бог сотворил мужчину и женщину разными. И это очевидно. Мужчины оценивают глазами. Мы замечаем красивых женщин, мы замечаем то, что выглядит красиво. А женщин Бог сотворил несколько иначе. Они ценят взаимоотношения. Они любят общение. Они могут делиться самым сокровенным, общаясь с другими женщинами. Иногда я задаюсь вопросом, «А понимают ли женщины, что мужчины не ценят взаимоотношения столько, сколько внешнюю красоту и привлекательность?» Вот это да, посмотрите на нее. Но женщины в первом веке, точно так же, как и женщины сегодня, одеваются так, чтобы когда мужчины проходили мимо, они говорили, «Я чувствую себя хорошо, потому что мной восхищаются мужчины». Но так ли на самом деле? Я иногда думаю о женщинах нашего поколения. Неужели вам доставляет удовольствие то, как на вас смотрят мужчины? Но все-таки, как должна выглядеть женщина, исповедующая Евангелие? И Павел говорит, «Одевайтесь не так, как все одеваются вокруг». Он говорит, «Я хочу, чтобы вы одевались прилично, со стыдливостью и целомудрием. То есть он говорит, «Я не хочу, чтобы вы выглядели некрасиво». Иногда мы подобны маятнику, и из одной крайности улетаем в другую. И одна крайность, я должна одеваться по последнему писку моды. А затем, если я пришла ко Христу, я должна одеваться так, чтобы быть совсем непривлекательной. Но это совсем неправильный ход мыслей. Посмотрите, если в центре всего Евангелия, а так оно и есть, то этим определяется то, как мы одеваемся. Мы должны одеваться таким образом, чтобы внимание привлекалось не к нашей внешности, но к нашему сердцу. Потому что, когда Иисус Христос преображает нас, основной упор делается на изменение нашего сердца. И когда я рассказывал о своей жене, то я говорил о том, что изначально мне привлекла ее внешняя красота. Но по мере того, как она росла и укреплялась в вере, то уже ее внутренняя красота начала меня привлекать. Еще пару примеров из жизни моей церкви. В нашей церкви есть две женщины, которым уже далеко за 80. И я считаю их очень красивыми. И одна женщина живет в доме престарелых, она уже не может сама о себе заботиться, и она прикована к инвалидному креслу. И если честно, то конец ее жизни уже близок. Она любит Господа и ожидает того дня, когда Господь призовет ее домой. И если вы посмотрите на нее, то никто из вас не скажет, что она красивая женщина. Но если вы проведете с ней хотя бы пять минут, послушайте ее, послушайте то, как она молится. У нее такой большой список людей, за которых она молится. Она молилась за меня, и за мою семью в течение многих лет. И каждый день она молится за тех людей, которые в этом списке. И когда я смотрю на нее, я вижу в ее сердце нечто, что заставляет меня считать ее красивой женщиной. И несмотря на свой возраст, она несет важное служение. этот дом престарелых, она считает своим миссионерским полем. Для людей, которые там работают, для тех, кто приходит кого-то навестить, для тех, кто там живет, она живой пример Евангелия Иисуса Христа. Своей верой она делится всякий раз, когда выпадает такая возможность. Вот это та красота, которая внутри. Но внешне она не так уж привлекательна уже. В нашей церкви есть еще одна женщина, которая тоже уже за 80. Она все еще замужем, и со своим мужем они прожили уже 62 года. Невероятно. У них замечательные взаимоотношения, и несколько лет назад она поехала с нами в миссионерскую поездку, в Венесуэлу. Ей тогда было 78 лет. Я спросил, «Хочешь поехать с нами в Венесуэлу?» Она немного колебалась, но я сказала, что, «Руфь, ты здорова, ты крепка, помолись об этом». И она внесла замечательный вклад. Ее там все называли бабушкой. Ее все просто полюбили там. И эта женщина замечательная христианка. И если она вам говорит, что молится за вас, то она на самом деле молится. Недавно я получил от нее письмо по электронной почте, в котором она написала о том, что они молятся за нас. Я знаю, что это действительно так. В ее жизни были разочарования, в ее жизни были замечательные вещи. И что в ней очевидно, так это внутренняя красота, которую я нахожу чрезвычайно привлекательной. И именно об этом здесь говорит апостол Павел. Он говорит, «Вы знаете, первое, что люди увидят в вас, это ваша внешность. Но Евангелие Иисуса Христа меняет вас изнутри. И если кто-то проведет с вами хотя бы пять минут, увидит ли он что-то большее, красивой внешности? Увидит ли он в вашем сердце что-то, что свидетельствует о ваших взаимоотношениях с Богом? И позвольте мне задать вам этот вопрос всем женщинам, которые смотрят этот курс. Что говорит о вас ваш характер? Или это можно выразить другими словами? Как ваша внешность характеризует вас? Я не собираюсь говорить вам, что можно одевать, а что нельзя. Я бы сказал вот что. То, как вы одеваетесь, и то, как вы выглядите, привлекает ли людей к Евангелию? Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Или наоборот, служат для них преткновением. Я не думаю, что Павел здесь намеревается дать нам свод законов, что можно носить, а что нет. Потому что самое главное, что беспокоит Павла, это распространение Евангелия. Поэтому, девушки, я обращаюсь к вам. То, как вы одеваетесь, то, как вы выглядите, как вы ведете себя, как вы разговариваете, отражает ли это то, кем вы являетесь внутри? Или это просто лишь какая-то маска, которую видят люди? В Америке у нас есть журнал, который называется «Народным журналом». В нем можно увидеть фотографии кинозвезд, различных знаменитостей. И вот, когда я ожидаю в очереди на приеме у врача, я беру в руки этот журнал, листаю его, и думаю про себя. Интересно, каковы эти люди на самом деле? Что скрывается за всем этим макияжем, за всей этой внешностью? Их жизнь кажется такой гламурной, и многие американцы хотят быть похожими на них. Но я думаю, а что же за всем этим скрывается? У скольких из тех, чьи фотографии можно увидеть в журналах, на самом деле жизнь пуста? Кто из них обладает внутренней красотой? Женщины-христианки, как мне кажется, должны привлекать к Евангелию. И это должно определять то, как мы одеваемся, как мы живем, как мы ведем себя. Моя жена Труди участвует в группе прославлений в церкви. Иногда она покупает себе новый наряд, надевает его и спрашивает, «Брюс, как я выгляжу?» И я говорю, «Ты выглядишь замечательно. Ты очень красива». Но она спрашивает меня, «Брюс, если я оденусь так в церковь, будут ли люди замечать меня, и не будут ли они при этом отвлекаться от поклонений?» Я говорю, «Хорошо, тогда мне нужно посмотреть на тебя еще раз». Конечно, я хочу, чтобы моя жена выглядела красиво, привлекательно, но ее желание в том, чтобы не отвлекать людей, когда она ведет церковь поклонений. Я считаю это замечательное желание. Или что касается отцов и их дочерей. И это непростое время. У меня есть дочь, которой 16 лет. И в Америке совсем непросто найти модную одежду, которая будет скромна для моей дочери. И если честно, я не люблю ходить по магазинам, и женщины в нашей семье научились извлекать из этого выгоду. Они приходят домой и говорят, «Мы были в магазине и купили три платья. Не уделишь ли нам пять минут, чтобы оценить их?» И я отвечаю, «Хорошо, но не просите меня пойти в магазин и провести там два часа. Я не смогу этого сделать». И вот они надевают платье, я говорю, «Очень красиво, но оно подчеркивает ту или иную часть тела, поэтому не следует покупать это платье». Или «Да, замечательное платье, следует его купить». Отличный выбор. Я думаю, что роль отца и в том, чтобы участвовать в этой жизни своей дочери. И опять же, в центре всего — Евангелие. Мы хотим, чтобы у нас было красивое сердце, внутренняя красота. В этом суть. Но это только часть ответа о том, как следует одеваться женщинам во время богослужения. Павел говорит, «Чтобы жены одевались прилично, и десятый стих, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». Он далее говорит, «Жена доучится в безмолвии, со всякой покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление, впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и святости целомудрие». Непростые стихи. Профессор Брюс, мы говорили о том, что можно одевать, что нельзя одевать, но а как же быть с этим? Означает ли это, что я не могу в церкви произносить ни одного слова? И если я пришла со своим мужем, так что, мне сидеть вот так вот, сложа руки, все служение? Опять же, давайте вернемся к нашему основанию. Что происходило в той культуре? Что происходило в Эфесе в то время, что может нам помочь понять ситуацию в церкви? Итак, давайте вернемся в первый век. В первом веке женщины в основном не были образованными. Они считались самым низшим социальным слоем в обществе. Но появляется некоторая свобода, женщины понемногу начинают получать какое-то образование, некоторые женщины становятся христианками, приходят на богослужение, и у них такая жажда по научению. И вот, как я представляю, они сидят рядом со своими мужьями. Хотя в иудейской системе есть отдельные места для мужчин и отдельные места для женщин. Но, может быть, сейчас в церкви у них появилась возможность сидеть вместе. Итак, проповедует проповедник, и женщины настолько возбужденные, так как ничего подобного ранее не слышали, то они все служение спрашивают у мужей, «А что он имел в виду? А что это значит?» И они на самом деле отвлекают от служения настолько, что мужья вынуждены сказать, «Я отвечу дома, спроси меня позже». Но женщин это не устраивает, им так интересно, потому что наконец-то у них появилась возможность чему-то научиться, возможность, которой просто-напросто не было места в той культуре. И Павел говорит, «Жена доучится в безмолвии со всякой покорностью, чтобы не отвлекать от служения. Если хочется спросить о чем-то мужа, если хочется что-то узнать подробней, то можно прийти домой, открыть Писание, и спокойно все разобрать. Необходимо, чтобы женщина понимала свою роль в семье». Он говорит в 12 стихе, «А учить жене не позволяют не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». Сколько споров вызывал этот стих. Неужели Павел принижает женщин? Неужели он считает, что мужчины умнее женщин, и посему должны быть учителями? Совсем нет. Есть много женщин, которые умнее многих мужчин. Кто-то может спросить, если женщины такие умные, одаренные, почему им нельзя учить? Но помните, самое главное — Евангелие. Богослужение должно привлекать к Евангелию. И Павел говорит, «Я не хочу, чтобы вы упускали те возможности, которые Бог дарует вам, чтобы что-то узнать и понять». Но причина того, о чем я вам говорю, кроется не только в культуре, она уходит своими корнями еще к порядку, установленному при сотворении мира. В Послании к Лосянам есть один стих, 3, 16. «Слово Христово довселяется в вас обильно, со всякой премудростью, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, по благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Общение мужчин и женщин в церкви есть место. И если помните, Прескилла и Акилла вместе научали Аполлосу у себя в доме, но это было дома, не в церкви. Здесь же речь идет о публичном богослужении. Когда мы собираемся вместе и хотим узнать из Божьего Слова, как оно применимо к нашей жизни, как мы должны проводить вот такие публичные богослужения? И Павел говорит женщинам, «Если вы будете отвлекать от служения, то никто ничему не научится». И он говорит, «Женщины, не хочу, чтобы вы проявляли власть над мужчинами, когда речь идет о научении по доктринальным вопросам». И причина кроется в том, что он говорит об Адаме и Еве. «Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, престившись, впала в преступление». Смотрит ли он на женщин как бы сверху вниз? «Совсем нет». Помните, как я говорил, что Бог создал мужчин и женщин разными? И он говорит, «Причина того, что Ева подпала под обольщение, в том, что она хотела понять. Она размышляла об этом и подумала, «Слова змея вполне разумны». Вот интересно, где был Адам? Он должен был подойти и сказать, «Ева нет». Адама не было там, где он должен был быть, и Ева подпала под обольщение. Давайте вспомним то, что происходило в Эфесии и в церквах в то время. В церкви проникали лжеучителя, и учили они тому, что было очень похоже на Евангелие. И многие верующие, особенно женщины, которые только недавно начали учиться, говорили, «О, звучит здорово!» «Звучит вполне разумно!» И они шли домой, обсуждали с друзьями и подпадали под обольщение. Потом в город приходил еще один же учитель, и они говорили, «О, звучит здорово!» И дело не в том, что мужчина и женщина не равны по своей значимости, они равны. Но Бог по своей мудрости установил такой порядок, что мужья должны быть основными учителями в доме, в церкви, и они будут нести ответственность перед Богом. Когда я провожу предбрачное консультирование с какой-то парой, мы открываем послание к Ефесянам, пятую главу, читаем обращения к мужьям и к женам, обсуждаем их роль и ответственность, говорим о том, как Христос возлюбил церковь, как муж должен любить жену. Я всегда прямо говорю мужчинам, «Молодой человек, однажды ты предстанешь перед Богом и будешь отвечать за то, как ты обращался со своей женой. Она не несет за тебя ответственность в той степени, в какой ты несешь ответственность за нее». Иисус Христос, будучи главой церкви, несет ответственность за церковь. Он любит ее, и я говорю мужьям, «Слушайте, на вас лежит ответственность, чтобы в течение брака взрастить красоту в вашей жене, внутреннюю красоту, чтобы когда вы предстанете перед Богом, вы сможете сказать Богу, «Вот посмотри на нее, посмотри, какой она стала». И Бог дает мужьям вот такую ответственность. Таков был его замысел. И точно так же здесь Бог говорит, «Мужчины, я хочу, чтобы вы были основными учителями в церкви. Именно вам я доверил эту привилегию, эту ответственность, преподавать Божье Слово в церкви, в телу Христову». Вы можете спросить, «А что женщин вообще нельзя преподавать? А могут ли они учить детей?» Знаете, иногда нужно об этом говорить в церквах. Вот наша церковь, могут ли женщины учить детей? Но если речь идет о взрослых, то именно мужчины должны быть основными учителями. Потому что именно об этом говорит здесь Павел, который, хотя и обращается к определенной культуре, но основывает свое мнение на том, что записано еще в книге «Бытие». И он говорит, вспоминая об Адаме и Еве и обольщении, о том, что произошло, он обращается к мужчинам и говорит, что именно они должны нести определенную роль в церкви. И в 15 стихе он говорит следующее, «Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет вере и любви и святости целомудрие». И это еще один стих, после которого спрашиваешь, «Неужели?» «Неужели, Павел, ты имеешь в виду, что женщина может быть верующей только если у нее есть дети? А если она никогда не была замужем? А если нету детей, что нельзя быть христианкой? Неужели это имеет в виду Павел? Нет. Но что же тогда он имеет в виду? И чтобы ответить на этот вопрос, нужно вернуться к книге «Бытие», когда Бог произнес суд на Адама, на Еву и на змея. И Адаму Бог сказал, «Адам, ты будешь работать на земле, это будет нелегко, будут сорняки, но ты будешь проявлять владычество, над землей, будешь добывать, выращивать себе еду, чтобы кормить свою семью». А женщине он сказал, «Ты будешь рожать детей». Я перефразирую, он говорит, «Ты будешь воспитывать их, любить их, и будешь рожать в болях, но это та роль, которую я уготовил для тебя». И он возвращается к той же самой идее. Он возвращается к Адаму и Еве и говорит, «Если хочешь прославить меня, если хочешь прославить Бога в той роли, которую Он тебе уготовал, то, воспитывая своих детей, ты должна быть верной женой, ты должна быть благочестивой женщиной, должно быть благовейное отношение к Богу, и необходимо передавать это своим детям на своем примере». Давайте еще раз вспомним ситуацию в первом веке, когда лжеучителя приходили и говорили, «Слушайте, если вы на самом деле хотите знать Бога, то должны оставить свою семью. Вы должны оставить своих детей, следовать за мной, и я научу вас всему, что вы должны знать». Павел говорит, «Нет, ведь Бог создал семью». И вот в контексте семьи вы должны демонстрировать Евангелие. Вы должны показывать ту веру, которая глубоко в вашем сердце. Вы не должны ни на минуту пускать из виду Евангелие, потому что Евангелие — это то, что в основе всего. И женщины должны задать себе вопрос, «То, как я выгляжу со стороны, привлекает ли это людей к Евангелию или, наоборот, является препятствием на пути к Евангелию? Когда я присутствую на богослужении, привлекаю ли я к Евангелию или, наоборот, отвлекаю от Него? Когда я воспитываю своих детей, видят ли они во мне Христа?» Бог вложил в женщин способность заботиться, расти детей. Если посмотрите на различия между мной и моей женой, на то, какие мы родители, то иногда просто не удержаться от смеха. Вот мне кажется, я, будучи мужчиной, все представляю в линейной плоскости, у меня все должно быть черно-белым. И если кто-то из детей что-то делает не так, и в большинстве случаев это Саша, потому что она самая маленькая, я спрашиваю ее, «Саша, ты это сделала?» «Нет». «Саша, а это ты сделала?» «Да, это я». «Что ты будешь делать, папа?» У нее сразу возникает страх. «Папа, ты будешь меня наказывать?» «Я не хочу, чтобы ты меня наказывал». Я ей говорю, «Саша, я не буду тебя наказывать, но то, что ты сделала, это плохо. И я хочу, чтобы ты попросила прощения у всех, кого ты обидела, у брата, сестры или у мамы. Затем я хочу, чтобы ты пошла в свою комнату, и я позову тебя. Видите, все черно-белое. А вот как поступила бы моя жена». Конечно, иногда она может быть раздражена настолько, что ведет примерно так же, но у нее огромное сердце, вмещающее детей. Она подойдет к ним, обнимет их и скажет, «Брюс, ну прояви хоть чуть-чуть сострадания, а я, она не права, поэтому должна поступить так». А Трудис сядет с ними, обнимет их. Иногда я точно так же поступаю. Но то, как Бог нас сотворил, а Он сотворил нас разными, мы не говорим, «Бог, это не справедливо, что Ты меня сотворил таким». Мы говорим, «Господи, спасибо за то, каким Ты меня сотворил». Я учусь у своей жены, она учится у меня, мы команда. И Бог в своей мудрости соединяет все вместе. И Павел здесь говорит, «Когда вы подходите к поклонению во время богослужения вместе с другими людьми или даже дома, то у каждого есть определенные роли и обязанности. Вы служите примером для своих детей. И когда вы присутствуете на богослужении, вы являетесь примером того, как Христос может преобразить человек». Он говорит, «Когда вы идете на рынок, то вы являетесь примером Евангелия Иисуса Христа, демонстрируя Его своей жизнью». И одна из главных мыслей этого текста заключается вот в чем. Что это значит, быть последователем Христа в том мире, в котором я живу, в том месте, где я живу, в том возрасте, в котором я нахожусь. Итак, позвольте мне вернуться и задать вопрос тем женщинам, которые смотрят этот курс. Что Бог говорит вам о том, как вам следует жить, чтобы являть Евангелие Иисуса Христа? И речь идет и о вашей одежде, и о вашем внешнем виде. Все это должно привлекать людей к Евангелию. Что касается участия в богослужении, есть определенные роли и обязанности, но вы можете прославлять Бога совместно. Но прославляя, вы должны привлекать людей к Евангелию Иисуса Христа. И в семье, выполняя те обязанности, которые нам доверены, будучи матерями и женами, то Павел говорит о том, что необходимо прибыть в вере и любви и в святости, целомудрием, и в этом христианская жизнь. Итак, Павел строит на этом основании главное Евангелие Иисуса Христа. Он понимает ту культуру, в которой несет служение Тимофей. Он говорит, «Тимофей, я знаю, с чем ты сталкиваешься. Я знаю, что делают эти лжиучителя, что они пытаются сбить женщин с правильного пути. Они разделяют семьи и причиняют большой урон Евангелию. Но, Тимофей, не сбивайся с пути. Самое главное — Евангелие. То, как ты живешь, то, как ты одеваешься, то, как ты разговариваешь с людьми, то, как ты поклоняешься, в центре всего должно быть Евангелие. Помни, вера определяет поведение. Вера определяет поведение. И сейчас мы идем на перерыв, и когда возвратимся, то мы начнем уже с третьей главы. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok